Всем привет! В этом видео о том, как ограничить максимальную частоту процессора Windows 10 и Windows 11, используя только встроенные средства системы. Зачем это может пригодиться? Например, у вас ноутбук и, ограничив максимальную частоту, мы можем сделать так, чтобы не включался Turbo Boost, что может быть важно на горячих процессорах и в обычных задачах, например, там редактирование документов, в некоторых случаях даже фото и так далее, то есть в базовых каких-то задачах ноутбук меньше будет шуметь вентиляторами, меньше разогреваться, меньше тратить батарею. Например, я на своем ноутбуке, он у меня восьмиядерный, использую два профиля. Один, когда пишу статьи, там редактирую скриншоты, он у меня почти бесшумный, процессор не греется больше 40 градусов, а когда монтирую видео, то уже другой профиль. Итак, первый способ установка максимального состояния процессора это та опция, которая Windows 10 и Windows 11 есть уже по умолчанию. Как ее найти? Заходим в панель управления, если вы не знаете, как открыть панель управления, используем поиск на панели задач, после этого ставим здесь значки, крупные или мелкие, это не важно, вместо категории, затем переходим в пункт электропитания. Открыли электропитание, здесь у нас схема электропитания, которая используется. Выбираем ту схему электропитания, для которой мы хотим установить максимальную частоту процессора, максимальное состояние процессора. У меня вот эта схема используется при питании от батареи, когда мне нужно, чтобы компьютер был тихим. Нажимаем настройка схемы электропитания, потом изменить дополнительные параметры питания и здесь мы видим следующие пункты. Нас интересует управление питанием процессора. Здесь по умолчанию есть вот такие поля, минимальное состояние процессора, максимальное состояние процессора. Открываем максимальное состояние и устанавливаем от батареи и от сети. Вообще достаточно поставить 99%, чтобы никогда у нас не включался Turbo Boost, то есть никогда повышенные частоты не включались, а работал в пределах номинальной частоты процессора. Этого достаточно, как правило, для того, чтобы значительно заметно ограничить, скажем так, температуру процессора и шум вентиляторов, но при этом особо не потерять производительность. Это первая возможность. Вторая возможность. Мы можем сюда добавить пункт «Максимальная частота процессора» и отдельно настраивать именно максимальную частоту. Как это сделать? Показываю. Запускаю PowerShell или Windows терминал от имени администратора. Для этого можно нажать правой кнопкой мыши по кнопке «Пуск», потом выбрать терминал Windows администратор, это Windows 11, так, или Windows PowerShell администратор, это Windows 10. Запускаем. После этого вводим следующую команду, команда будет в описании под видео. Ввели, нажали Enter, команда выполнилась, после этого снова заглядываем туда же, где мы уже были. Итак, электропитание, настройки схемы электропитания, изменить дополнительные параметры питания, туда же идем управление питанием процессора, и здесь у нас есть пункт «Максимальная частота процессора». Когда выставлена ноль, то, соответственно, без ограничений, то включается турбобост и так далее. Когда мы выставляем вручную частоту в пределах той, которая у нас номинальная, то мы ограничиваем, и выше частоты разгоняться не будут, что, как я уже сказал, может в некоторых случаях быть полезно. Кроме команды PowerShell то же самое мы можем сделать в редакторе реестра. На эту тему есть статья, ссылка на которую будет в описании под видео. Но, как правило, достаточно просто команды PowerShell. На этом все, спасибо за внимание, удачи вам!